Дежурный диспетчер поисково-спасательного отряда. Если в городе ЧП, люди звонят сюда, в единую дежурную диспетчерскую службу. В день здесь принимают порядка 20 звонков. Обрабатываем информацию, передаю начальнику ПСГ. На выезд группы, группа выезжает, по месту действия уже там открывает дверь. Доступ обеспечивают сотрудникам скорой медицинской помощи. Глава города ознакомился с оснащением станции. На вооружение у спасателей все необходимое оборудование и амуниция. Олег Фурсов узнал об условиях работы, пообщался с личным составом. Часто точнее на выезды выезжаете? Ну, раз в два в день. Но в основном, что за выезды? С чем связаны? Техногенные ДТП, иногда обрушения бывают. В единый дежурный диспетчерский центр поступает информация и о коммунальных проблемах. Где-то прорвало трубу или не работает котельная, в первую очередь об этом узнают здесь. Сюда стекается вся оперативная информация. От всех ситуаций в городе, да, чрезвычайно? От всех, даже о маленьком порыве. И от того, насколько быстро вы отреагируете, зависит, как быстро дом будет подключен. К газу, к теплу, к воде, к электроэнергии. От пристального взгляда дежурных не скроется ни одно ЧП и в детских садах, школах и пионерских лагерях. В режиме онлайн отсматривают, что творится с сигнализацией в этих объектах. Если где-то что-то срабатывает, сюда приходит сигнал, мы немедленно вмешиваемся, звоним туда. Благодаря этой системе только в этом году удалось предотвратить три больших пожара. Главе города продемонстрировали и техническое оснащение станции. Две аварийно-спасательные машины оборудованы громкоговорителями и гидравлическими инструментами. При помощи этих машин можно не только эвакуировать пострадавших, но и оказать первую медицинскую помощь.